начинаю тянуть рожу потихоньку в принципе разобрал посмотрел только ушел брызговик лонжерон сам жив остался брызговик и усилитель брызговика вот эта часть вот но я думаю получится вытянут без стапеля купер гидравлическую растяжку верхней рычага брызговик сейчас начну натягивать брызговик параллельно просаживая вот эту вот складку брызговик вытащил ребро капота здесь вытащил вкладку ну и параллельно тут нашел пару вмятина как камушков ну раз уж полезно делать капот так делают целиком наклейку жип дата срезать вот примерно как-то так выставил главное крылышки по зазорам стали завтра приедет решетка смотрю как этот решетки все соберется думаю нормально соберется вот и можно потихонечку начинать делать кузовню и паять пластик пилить шпаклю и делать всякую остальную гадость так пока есть время решил заняться пластиком расширитель передней правой арки так вот сломан ну просто как бы новый ну не новая бушность нереальных конских денег потому что это во-первых дорестайл во вторых liberty sport liberty лоредо не крашеный и поэтому решено было спасти этот будем его паять есть вот такая трещина будем это все собирать кучу и будем армировать сеткой то есть пропаивается пластик и впаивается в него во внутрь сетка для того чтобы он не расползался вибрации и так далее смысл технологии такой быстрый пластик по трещине минимально было видно максимально панельки будет стык другой стороны трещины положил эту вот сеточку вот так вот она выглядит сеточка специальная продается в малярных магазинах обычная стальная сетка с очень сильный теплопроводность она моментально до красна даже вот обычно паяльником нагревается значит прихватил ее по местам критических разломов до чтобы она просто была одну выставлена и теперь начинаю запаивать то есть немножко грею пластмасса выходит через пор и сеточки и вот как она начала пузырьками и раз и растираешь то есть получается что сетку по чуть-чуть оживляешь в корпус детали и вот так вот такими вот мазочками долго-долго муторно мучительно пропаиваю сначала пропаиваю саму трещину время от времени с той стороны наблюдая чтобы ничего не расходилось чтобы уровень все было и потом пропаиваю ее рядом чтобы чисто армировать это место чтобы она от вибрации не расходилось вот таким вот образом происходит пайка вот как-то так получилось не очень аккуратно но зато сетку уже внутри теле пластмассы соответственно это все уже на изгиб не растрескается заодно ухо припаял его не было бампер бампер естественно с разборки естественно тоже самый дешевый какой только нашел сейчас приведу его отдельно в порядок значит здесь что здесь надо на хрен выбросить спойлер он рваный и мятый кривой полер переставлю от старого бампера там он сохранился нормально вот поставлю сюда заглушки вместо противотуманок вот и вот эти вот дыры с другой стороны подложу сетку которая на старой вариации моего джипа была решетка радиатора другой стороны и подложу пошлили здоровые чтобы там камушки всякая говнина не летела в радиатор такой вот тюнинг по системе раз уж мы сюда полезли расклепал старый спойлер вмятой кривой мы его выбрасываем поставим вот этот место него и сейчас вот это вот мяч мы попробуем погреть феном она вернулась назад хоть насколько это получится в общем по уму спойлер тут клепался на какие-то огромные одноразовые заклепки которые раскрываются превращаются в розочку на экзисте одна заклепка стоит 130 рублей так они выглядят раскрытым виде я подумал что пошли они в попу за 130 рублей наш ответ заклепкам блин я соберу ничуть не хуже получится так сейчас верну на место вот эти заглушки противокуманок они по заводу на заклепках мы поставлю обычный алюминиевый вложил сетку сверху ее запихал под усилитель бампера а снизу тут просверлил маленькие отверстия и на бендера на пластиковые стяжки подтянул при этом обжал ее по выштамповке по итогу получилось вот как-то так выглядит сетка в бампере по моему вполне симпатично это нижняя часть бампера теперь очередь крыла значит что будем делать по крылу во первых здесь вот есть мятина видно кто-то варварски снимал антенну ее надо застучать эту деревню мы завариваем шлифуем выравниваем и есть две вмятины вот тут немножко ребро надо сейчас будет стукнуть и вот тут очень некрасиво натянута пеночка сейчас попробую это дело тоже отстучать вот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 так вот выглядит кислотный грунт антикоррозионный сверху протравлю это акрилом пожирнее подмотаю ничего шпаклевать не буду и покрашу а 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 но а и а а а а а а а и как и а а Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сейчас буду грунтовать рамку и крыло Грунт 4 плюс 1, черный Черный для того, чтобы, ну, понятно было Потом проще перекрывать краской Меньше расходу краски Меньше пятнистость Все лежит готовое, затертое, обезжиренное И сейчас будем красить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»